И снова мы продолжаем наш разговор. Напомню, что мы остановились. Вот нам Настя рассказала о том, как проходили у них сеансы. Что изменилось чисто дистанционно. Гуля, а что, как у вас было, что у вас менялось? Замечательные изменения. Дамир полностью не говорящий ребенок, полностью, абсолютно. Сейчас был, был, когда мы познакомились с доктором Давидом. На первом сеансе он сказал, мама, дай. Через две недели у нас был второй сеанс. Начал считать до десяти и обратно. Слух. Слух. Глазной контакт появился. На имя стал отзываться. Все цвета выучил. И с каждым сеансом все лучше и лучше. Ушли всякие непонятные стимы, игры. И он с шнуром брал шнур. Игры, чтобы было понятно, игры не ушли, но они стали осознанными. Осознанными. То есть он как бы вот он играет, ну как как дети обычно. Но если он брал, доктор Давид, шнур, забирался на столик детский, и мог махать этим шнуром пять часов подряд. То потом. То все. То есть потом уже играл в нормальные игрушки, которые есть дома. А как с детьми контакт? С детьми подходит. Когда они играют, он говорит, дай мне. Пока еще есть неуверенность. Он подходит. Пока еще, ну как. И сколько у вас продолжались по времени дистанционные сеансы? Год. Год. А вот теперь, да, давайте остановимся на Гуле. И вот теперь как бы общий вопрос к вам, потому что просто не только не одновременно говорить, а по очереди. Когда вы поняли, и самое главное, к чему вы решили, что надо приезжать? У вас все так хорошо шло, ну и шло бы, шло, чего приезжать? Настя. Ну, во-первых, как только я познакомилась с Давидом, я поняла, что надо. Я поняла, что... Почему вот, что, что явилось, вот. Вот, я не просто так спрашиваю, вот, очень часто говорят, что вот, ну, может быть, там вслух не произносится, но где-то думается. Мы все чувствуем, вот, по отношению к другим, что вот, ну, зачем нам ехать, так все хорошо получается, вот там деньги тратят, это все сложно, перелеты, самолеты и так далее, и так далее. Это один момент. А второй момент, не очень, как бы, верят, вот, что же такое здесь происходит, к этому мы вернемся чуть позже. Вот. А мне интересует, когда зародилась вот уверенность, что надо ехать, почему она зародилась? Ну, первое, это то, что Давид был первым человеком, поверьте, я объездила весь Крым, мы были у всех врачей, от самого хорошего до самого обычного. Это был первый человек, который сказал, что мы нашли причину, проблемы больше нет, ее теперь просто нужно решить. То есть, это был первый врач, который сказал... Нет, проблемы нет, есть цель и задача. Да, да, то есть, что мы проблему эту решим. То есть, все врачи говорят, это не лечится, это только коррекционно. Во-первых, я не любитель химии, я не хочу ребенку давать эти страшные таблетки. Давид сказал, ни в коем случае. Прошу прощения, да, я перебью, потому что, ну, как бы, цель нашего разговора, это все-таки объяснить тем, кому нужна помощь, кто еще не определился, что происходит здесь. Так вот, еще раз я хочу напомнить, что задача нашего центра не коррекция, не улучшение, а излечение, и даже не просто излечение, а становление вот у таких детей, ну, каких-то раскрытия. У таких детей тех способностей, которые у них вот забиты, заложены, да, но не раскрываются. Поэтому вот то, что Настя, как бы, вот это поняла и почувствовала, это, собственно говоря, ей приводит. Понимаете, я увидела дистанционный результат, и мне даже не представлялось, а как же оно будет, если оно дистанционно так, то как оно будет, когда вот здесь. Да, потому что, потому что сейчас, 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 мы к этому, Давид, не спеши, не мешай, мы к этому вернемся, вот, потому что, ну, ты же, как бы, знала, да, что в центре работает не один Давид, а есть группа специалистов, которые, как бы, дистанционно не подключаются. Ну, как это, нет, почему не подключаются, очень даже подключаются, сразу, фактически, мы подключились дистанционно. Ну, так вот, тихо, тихо, вернемся к этому позже, вот, а все-таки, вот, по поводу идеи приезда, вот, чуть-чуть. Ну, самое первое, это то, что я видела дистанционный результат, я понимала, что, если мы будем здесь, это будет быстрее, это будет еще круче, то есть, мы будем поражаться еще больше. И второе, это то, что полное исцеление, ну, как для любой мамы, это важно, я хочу видеть своего сына здоровым, счастливым, счастливым и здоровым, мне больше, как маме, ничего не нужно. Вот, вот, на этом мы пока остановимся, то есть, мы подошли к тому, что идея его приезда, Гуля, а как у вас, почему у вас родилась такая идея? Почему, вернее, не родилась идея, почему вы поняли, что надо ехать? Я уже это поняла после второго сеанса. И у Дамира каждый день, после каждого сеанса, не только сеанс, мы еще и медитации делаем, у меня супруг делает медитации. ЕСФ. ЕСФ, да, медитации, ЕСФ. ЕСФ, да, делает муж, а я сеанс. То есть, разделение труда. Разделение, потому что он работает, как бы, графики не совпадают с доктором Давидом. Вот мы на семейном совете решили, он будет медитировать каждый день, а я дозваниваться и заниматься с ребенком. Так, ну и вот, когда родилась идея-то, ну и хорошо, но лучше, вот, как бы, все предели, все помогают ребенку вылечиться, вот. Ну, чего ехать, зачем? Ну, если, я считаю, что если дистанционно, такие результаты у Дамира из полностью неговорящего, он сейчас поет у меня на русском языке, на таджикском языке, на английском языке поет. Такие изменения, что, я думаю, очно это будет вообще, это будет, ну, вообще бомба. Девушка, Аркадий, прошу прощения, давайте уже скажем прямо, честно, языки богов, прямым текстом. Приезжают, и некоторые прежде всего еще, для того, чтобы сделать здоровыми самих себя. Вот так, ну, Давид, да, ты снимаешь с языка в шире меня, приезжаешь, вот, я так аккуратненько к этому подхожу, а ты вот, нет, давай все-таки с экивоками и ничего, время у нас есть. Вот, вот, меня интересует вот такой вопрос, когда вы решили приехать, когда вы уже собрались, вот, смотрите, до сих пор мы говорили только о детях, а вот ситуация такая, думали ли вы о том, что надо поправить самих себя? Я думала, да, потому что у меня со здоровьем не очень хорошо, все запущено довольно-таки, хорошо запущено, и я понимала, что здоровые родители, здоровые дети. Уже там понимала? Да, да. А ты? Я нет. Я Давиду, вот, не даться врать, до последнего дня, наверное, говорила, я не важно, он, чего ты кашляешь, говорит, у тебя ужасный кашля, я говорю, Давид, все нормально, что у тебя с правой ногой, все нормально, Давид, что у тебя с почками, Давид, у меня все нормально с почками, то есть я наоборот как-то старалась максимально, единственное, я вот действительно попросила помощи, когда меня просто разрывал бронхит, я не могла ни спать, ни есть, ни зайти куда-то, ну, сильный кашель, и он ушел, дистанционно ушел. Да, та ситуация, которую Давид, как бы, да, проанонсировал, что на самом деле, да, вот, далеко не всегда, ну, эти 50-50 процентов. Вот, далеко не всегда думают, родители думают о себе, самый главный ребенок, вот, не понимаю, ну, вот, хорошо Гуля поняла, вот, а Настя до сих пор еще не понимает, но она очень быстро поймет. Ну, и вот мы подходим к тому моменту, когда вы, наконец-то, решили, собрали, и вы приехали. Мой любимый традиционный вопрос по очереди Настя, да, давай, вот, я чувствую, что ты уже рвешь все это сказать. Вот, вот, скажи мне, вот, первое впечатление, вы в аэропорту, вы спускаетесь с трапа, вы на земле Израиля, и какие ощущения? Мы начинаем с Гули обниматься. Стоп, стоп, обниматься, ну, сейчас подумают, что... Вы прилетели, в принципе, вместе. Да, мы летели одним самолетом. Это специально было? Мы даже не знали, мы об этом не знали. Мы не знали. Мы даже сидели рядом, фактически. Вы из разных городов самолеты. Мы, да, мы приехали не из Подмосковья, а... Мы из Крыма. Из Крыма. Мы летели с пересадкой, в Москве мы встретились. Мы даже не знали. Вот, и вдруг вы выясняете, что вы едете, так говорится, туда, вот, ну, и, значит, раз уже вы вместе вышли, то давайте тогда вместе, как бы, да, только не хором. Ну, и вот, вот, да, ну, во-первых, вы обрадовали встречи с друг другом, это как было с одной стороны. А какие ощущения от Израиля, от земли, от того, что вы перешагнули, что-то, ну, вот, вы же там летали, наверное, туда-сюда, в Москве, те же самые ощущения? Нет. Ну, во-первых, мысли, с которыми мы летели, были другими. Ну, нет, мысли, понятно, а вот ощущения, что вы почувствовали, как вас встретило Израиль? Вышла сразу в каком-то вот таком непонимании происходящего, очень уставшей от дороги, но потом вот так, фух, все, я тут, значит, все хорошо, и все, я успокоилась. Вот, вот это вот первое, что было, Андрей приехал, нас забрал, привез в отель. У меня такие ощущения были, как будто я вот приехала домой. Такое спокойствие, душевное, такое спокойствие, и люди очень доброжелательные, очень доброжелательные. Все помогают, все, вот, вот, я влюблена в эту страну. Ну, ты что, где столько четыре дня, все, может, еще что-то будет? И вот даже вот вечером гуляем, когда Дамирка, вот, все сидят на пакетниках, едят, Дамирка подходит, привет! Вот тут дядя никогда в жизни не видел, привет, они пиццей угощают, бери вот с рыбой, бери вот с шампиньонами, бери, 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 возьми ребенку, дай ребенку. Хотя языковой барьер у нас, ну, люди настолько доброжелательные. Ну, все понятно. Радуши, да, да, и настолько все это искренне, настолько, ну, я вообще в восторге. Проще, люди проще. Ладно, так скажем, да, с землей, с аэропортом все понятно. Вы поднялись там, да, наверх, 10 пролетов, я считал, к нам сюда, значит, открываете дверь центра и вот впервые вы оказываете... Мы делаем перерыв, да, и вот через пару минут мы продолжим, вот пока вы соберите ваши ощущения и расскажите о том, что вы услышали. Ехали, да, вот тут, ехали, и говорю, Гуля, у меня как-то вот тут такой комок стоит немного. Так, это мы записываем. Продолжение следует...